В доме с плетёными ставнями наконец-то наступила весна, и все-все жители сада вышли полюбоваться цветами. Вот и маленький крысёнок надел соломенную шляпку, взял свой любимый плетёный рюкзачок и пошёл осматривать территорию. Он заглядывал за каждый кустик и проверял каждое дерево. Слушал пение птиц и весёлую болтовню насекомых. Он собрал первоцветы для своих друзей, позавтракал в прохладе сада и немножко помечтал, сколько красивых цветов и деревьев он посадит в этом году. И каким же красивым станет сад, когда каждый листик откроет глазки, посмотрит на солнышко и улыбнётся. На берегу маленького прудика крысёнок подумал, сколько красивых растений можно посадить здесь. И сколько красивых бабочек слетится на аромат пряных трав. Ну а сейчас сад только расправляет веточки, распускает свои нежные цветы и готовится к шумным летним вечерам. Скоро здесь раздастся детский смех и зазвенят кружки в весёлом чаепитии. Ну а сейчас ещё можно насладиться тишиной и немного помечтать. Настала пора уборки. День выдался тёплым и солнечным, и маленький крысёнок Пик отправился в свой волшебный сад, чтобы немного навести там порядок. С собой он взял маленькие деревянные грабли и лопату. Но работы было так много, что крысёнок быстро устал. И как же хорошо, что мимо проходил его лучший друг, Лосик Боб. Пик, давай убираться вместе, сказал Лосик Боб. И взял в лапки лопату. Трудились они быстро и весело. И совсем скоро в саду не осталось ни одного прошлогоднего сухого листика. Пик полил самые красивые растения, а Боб посадил новые ароматные травы. Теперь сад был готов к встрече самого тёплого весеннего праздника. А друзья поняли, что вместе весело не только пить чай, но и наводить порядок. На следующий день в волшебном саду закипела работа. И если крысёнок Пик отвечал за новые деревья, то Лосик Боб отпиливал старые ветки, укреплял забор и ремонтировал сад после зимы. Он был главным мастером и плотником на всю округу. Если вдруг что-то сломалось, обязательно звали Боба. Он строил дома, чинил птичьи гнёзда и даже помогал бобрам на плотине. В волшебном саду у него было много дел. Каждый гвоздик знал своё место. Каждая дощечка была ровной и самой любимой. Лосик просто обожал свою работу. С теплом относился к каждому камню. А как же может быть иначе? Ведь это его дом. И здесь собираются его самые любимые друзья. А дома всегда должно быть безопасно и очень красиво. Боб осмотрел всю территорию и записал в блокнотик несколько интересных идей. Ох и выдумщик! Волшебный сад был готов к встрече весеннего праздника. И рано утром, пока все зверята спали, лисичка надела свой любимый фартук и отправилась на кухню. Она принесла самую ароматную клюкву, кокосовый шоколад и красивые миндальные яйца. Достала книгу с семейными рецептами, чтобы приготовить самые вкусные лесные кексы. Лисичка замесила творожное тесто и аромат выпечки наполнил весь дом. Лисичке очень хотелось попробовать нежную шоколадную глазурь. Но праздник весны только завтра, поэтому она проверила, все ли в порядке, украсила кексы ароматным тимьяном и приготовила их к завтрашнему празднику. Завтра зверята поедут в сад на первый в этом году пикник. Заварят ароматный чай и угостятся вкуснейшей выпечкой. Если хотите, приходите тоже. Расстелим плед на зеленой траве и будем болтать обо всем на свете. А впереди будет целое лето. Праздник весны был теплым и солнечным. И в волшебном саду состоялся первый в этом сезоне пикник. Зверята взяли с собой все, что нужно. Самовар для ароматного чая, интересные истории для беседы и любимую весеннюю еду. Под радостное ожидание лисичка вынесла свои вкусные, волшебные лесные кексы. Зверята уселись на плед, надели соломенные шляпки и стали пить чай. Вокруг летали бабочки, жужжали пчелки и пели птицы. Как же хорошо вот так душевно посидеть после зимы на травке, попить чая, поговорить и поделиться с друзьями планами на новый сезон. Дел предстоит немало, но все они очень приятные. Ведь если работать дружно, то любое, даже самое сложное дело, превратится в новую, увлекательную историю. Ведь из таких историй и состоит интересная жизнь. Каким чудесным получился первый в этом сезоне пикник. А сколько потрясающих пикников еще впереди. Будем вместе печь пироги, пить чай и писать новые сказки.